Добрый день! Я руководитель Алтайского кластера аграрного машиностроения Алтакам, некоммерческое партнерство. Немного истории. Кластер был создан в 2009 году. В состав кластера вошли администрация в виде Министерства сельского хозяйства, куда было управление по промышленности, вошли наши аграрные и технические университеты, вошли научно-исследовательские институты и ряд предприятий. Сделано это было для объединения усилий общих наших для разработки выпуска сельскохозяйственной техники. До текущего момента большинство предприятий, кстати, входящих в кластер, были прямыми конкурентами. На создание и разработку машин тратились средства, иногда и неоправданно, то есть какая-то ниша выявлялась, и все начинали работать над этим продуктом. В конце концов выяснялось, что столько не нужно, выпускали, там какое-то предприятие осваивало продукцию, остальные, грубо говоря, оставались ни с чем. Поэтому, когда возник кластер и стали руководители общаться очень тесно между собой, возникла идея посмотреть, какие машины вообще необходимы для сельского хозяйства, в первую очередь нашего Алтайского, поэтому были задействованы силы Аграрного университета, других научно-исследовательских институтов, да, и появилась труд под названием «Система машин в земледелии Алтайского края». И вот, когда технические отделы предприятий и все остальные посмотрели, то оказалось ниш для выпуска продукции тьма. Положительным, так сказать, фактором было и то, что в нашем крае существует несколько климатических зон. То есть, ну, как бы мы могли оценить потребности любой климатической зоны в тех или иных машинах, ну, либо которые нужны для тех технологий, которые применяются в этих климатических зонах. То есть, это было очень положительно. Удачно с течением обстоятельств оказалось то, что у нас здесь в крае находится и машиноиспытательная станция, вот самая восточная, будем говорить, в нашей стране, где проходят испытания сельхозтехника, ну, не только нашего Алтайского производства, но и вообще сельхозтехника других производителей. И машиноиспытательная станция тоже является учредителем кластера, входит в состав кластера. И мы имели доступ и возможность, так сказать, посмотреть результаты испытаний, оценить качество тех или иных машин, в том числе испытываем все свои машины. Это в области, вот, так сказать, качества. Далее, кластер позволил предприятиям и компаниям очень динамично развить свое производство. Почему? Потому что, ну, во-первых, решались вопросы с администрацией гораздо быстрее по каким-то формам поддержки, раз, да, ну, не всегда финансово, иногда, так сказать, и чисто такой юридической, другой лоббирование интересов происходило. Далее, вот, при развитии бизнеса, мы все знаем, что там самое дорогое и прочее, это оборудование, производственное помещение и так далее. То есть здесь тоже произошло, так, перераспределение труда и кооперация. То есть, когда одна из компаний покупала какую-то высокопроизводительную технику, которая, ну, не нужна на те объемы, которые она выпускала, то эта техника легко догружалась заказами других наших компаний. Эта кооперация возникла. Ну, и начинали, естественно, от простого к сложному. Начинали, большинство предприятий, это не родившиеся предприятия, там, из старых советских предприятий, это вновь созданные предприятия. Это бывшие дилеры, которые поставляли, ну, крестьянам ту или иную технику с разных концов нашей страны, ну, и за рубежа. То есть, чаяние потребности крестьян знали очень хорошо. Здесь тоже, волей случая, учитывая расстояние огромное, логистика вмешалась, дороговизна, чтобы удешевить свой продукт, начали осваивать, ну, сельскохозяйственная техника, она очень габаритная, и везти ее через всю страну, да, то есть, ну, там, либо платформу заказывать, вагон, и так далее, автомобили. Вот. Начали выпуск крупногабаритных вещей здесь осваивать на Алтае. Далее это переросло, вот, потихоньку, понемножку, учитывая, значит, вот, потребности систем машин, учитывая закупку нового оборудования, учитывая кооперацию, переросло в полноценное партнерство и выпуск уже конечной продукции здесь, на Алтае. Ну, таким образом, собственно, развивался наш кластер. Далее, для того, чтобы эту продукцию знали, мы проводили демонстрационные показы на машиноиспытательной станции, с чего начинали, собственно, технику эту крестьяне могли увидеть не только в статике, но и в динамике, в работе, имели возможность поговорить непосредственно с испытателями, там, с положительными, имели возможность пообщаться между собой, то есть, мы это проводили даже вне рамках Дня Сибирского поля, а отдельно. Вот. И когда грянули санкции различные, то оказалось, что мы, в принципе, готовы, ну, оказались впереди импортозамещения, то есть, мы готовы оказались к этому импортозамещению. У нас техника вся была уже, вот, прицепная, навесная для обработки, она уже была в наличии и стояла в серийном производстве. Для того, чтобы наша техника была востребована, совместно с учеными, мы вот проработали... разработали, так сказать, систему технико-технологических комплексов. Это шлейф машин для той или иной технологии, которую мы начали предлагать крестьянам в комплексе. То есть, не какую-то там плуг, сейлку, веялку, да, а конкретно шлейф машин. Притом, шлейф машин не какой-то одной компании, а в каждом наименовании было несколько наших компаний на выбор потребителя. Ну, то есть, конкурентное вот такое напряжение, оно оставалось между компаниями, да, вот, ну, невзирая на то, что работали, собственно, вместе. Это тоже на качество влияет очень сильно. И дальше, для того, чтобы, так сказать, ну, вести просвещение и рекламу вот этих технико-технологических комплексов, да, для того, чтобы готовить специалистов. Сейчас техника, кстати, она очень сильно отличается от той, что была раньше, да. Я оговорюсь, вот, если раньше вся страна билась за урожай, то сейчас, в принципе, техника настолько производительная, что уже малыми силами справляются без армии, без студентов с выращиванием, уборкой урожая. Урожая собирают ничуть не меньше, чем тогда. Вот. Плюс техника стала сложной. Кстати, у нас в Кластере две компании, которые занимаются и навигационным оборудованием, это, ну, можно сказать, точное земледелие и так далее. Это и спутниковая связь, это и не обязательно спутниковые оставятся вышки, ну, типа, вот, по краям поля, и дальше идет точная обработка и точное земледелие. То есть, в принципе, мы довольно-таки современную технику на данном этапе выпускаем востребованную. Естественно, в первую очередь начали свою технику демонстрировать здесь. Ну, вот, фурор был на дне российского поля, который здесь у нас прошел. Был большой перерыв с 2008 года. В Белгороде был последний день российского поля, после которого не проводился. Ну, там неудачный был из-за погоды и прочих вещей. И вот впервые, через такой промежуток времени, был проведен день российского поля. И все с удивлением увиделись, что вот на Алтае производятся техники практически по всей технологии. Вот. Связь между администрацией и предприятиями существует по сей день. Очень много проблемных задач она позволяет решать. Выгода здесь обоюдная. Ну, с одной стороны, это рабочие места, это налоги и так далее. Это со стороны администрации. А со стороны предприятия, это решение каких-то своих вопросов, притом коллективных вопросов, по поддержке. Там не всегда финансовая, еще раз оговорюсь, но и различные другое. Ну, вот в частности, сейчас там идет очень хорошая поддержка. У нас это вот компенсация участия в выставке, потому что это затрата. А это продвижение техники уже на другие рынки. Опять же, говоря о качестве, не могу не сказать то, что... Ну, поначалу мы здесь вот торговали, да, в крае, затем в его окрестностях, то есть по стране, в ближнем зарубежье. Ну, и вот в последнее время вышли на международный уровень. То есть в Ганновере проходит, ну, значимая такая вот международная выставка, где все новинки собираются. И вот уже несколько выставок подряд. Ну, последняя выставка в Ганновере. Наших предприятий, алтайских, было 5 из 8 предприятий с России представлено. Наших алтайских было в Ганновере. Пошли продажи. Компания Сесорт такая, ну, по-моему, 28 стран. Они могут и больше, так сказать, стран. Они просто уже физически не справляются, да, по поставкам своего оборудования, эти фотосепараторов. Компания Велес успешно начала торговать. Было бы предприятий еще больше. И торговали бы мы еще, так сказать, и другие бы свою продукцию. Но есть определенные сложности. То есть, никто не желает сильно-то пускать на свои рынки. То есть, у нас по качеству продукция ничуть не хуже зарубежной. Вот на данный момент с полной ответственностью говорю. У нас по цене она более, так сказать, привлекательна. Вот, ну, это вот одна, собственно, из причин, почему нас не пускают. Вот, очень сложно получить зарубежные сертификаты. То есть, наши сертификаты, здесь вот российские там не признаются, но это защита рынков происходит. Это чисто защита рынка, это не качество. По продукции. Начинали от простого, да, я уже оговорюсь. Ну, и постепенно переходим к сложным видам продукции. Вот компания Агроцентр, посевной комплекс, он один из лучших в России. Это прям вот, как бы, это тоже начинали. Много было кооперационных деталей, очень сложные детали. Именно вот посевающие там аппараты и прочее. Это из Америки закупалось. Они сейчас освоили, выпускают здесь у нас. То есть, многие вещи, которые были, казались там, вот, прям, ого-го, какие, то есть, делаются на предприятиях. Предприятия развиваются. Есть определенные сложности, есть проблемы, да, но движение идет. Ну, еще хочется сказать о том, что в настоящий момент уже достигли определенного уровня наши предприятия, да, я уже повторюсь, вполне полноценными конкурентами зарубежной техники являются. И выпускают большую гамму продукции, этой почвообрабатывающей техники, техники для посева, для кормозаготовки, для хранения и переработки зерна, для химобработки. Входит в кластер также предприятие Алтай-Лесмаш, тут лесозаготовительная техника, то есть, очень широкий круг машин, которые сейчас, в настоящее время, выпускаются предприятиями кластера. Спасибо за внимание.